Сфера здравоохранения – одна из тех сфер, что постоянно развиваются. Такую оценку работе ведомства дал глава региона Бердебек Сапарбаев сегодня на коллегии облздрава по итогам прошлого года. По его словам, достигнуты неплохие показатели, но некоторые вопросы все еще требуют решения. Так как тюбинцы часто жалуются на службу скорой медицинской помощи. Много обращений в социальных сетях. К примеру, недавно жители массива Нурактубе писали о том, что скорую пришлось прождать несколько часов. Если скорые приезжали через 4 часа, это вообще невозможно. А в некоторых районных центрах вообще оказывается приезжать. Для чего это скорая? Вообще, для чего это медицинские рабочие? Если по приглашению пациентов или больных людей, если они не приезжают. Зачастую ожидания октюбинцев не могут оправдать и частные медучреждения. Они жалуются на то, что в частной клинике приходится простаивать такие же очереди, как и в государственных. И над этим нужно работать, совершенствовать систему, считая таким. Самое главное, мы должны развивать электронную базу данных медицины. Во всех разных странах у нас, ну, во-первых, должна быть электронная запись, чтобы люди зря время не тратили. Там пишут даже. А у нас на тебя тоже жалуются, на Дару жалуются, на АИРМ жалуются, что люди там часами стоят в регистраторе, часами ждут соответствующих врачей, ну и так далее. Для стабильной работы медицинской отрасли в первую очередь необходимо адекватное финансирование. Так начал свой доклад по итогам 2016 года главный чиновник региона здравоохранения Осет Калиев. По его данным, в прошлом году в эту сферу было направлено 37 миллиардов 163 миллиона тенге. И эти средства полностью освоены. Средняя заработная плата медицинских работников равна 112 тысячам тенге, включая специалистов как среднего, так и младшего звена. В качестве поощрения за хорошую работу медики в прошлом году получили надбавку к зарплате на общую сумму 83 миллиона тенге. В регионе сегодня существует 47 больниц, 458 амбулаторно-поликлинических учреждений. Тем не менее, область нуждается еще в 32 медучреждениях. Думаю, в ближайшие пару лет этот вопрос решится. Главной причиной смертности в нашем регионе остаются сердечно-сосудистые заболевания. Показатель смертности от онкологических заболеваний в Ак-Тубе в прошлом году. Показатель смертности от онкологических заболеваний в Ак-Тубе в прошлом году, пусть незначительным, но снизился. Сегодня наша область по этому показателю занимает пятое место в стране. Большинство опухолей удается выявить на ранних стадиях благодаря скринингу. Самая большая смертность от раковых заболеваний в срезе районов в Иргизе далее следует Айтикибийский район, Алгаш, Алкар, Тимирский район. В прошлом году на учет взяты 1448 больных, около 70% из них с онкологией на первой и второй стадиях. Одна из актуальных проблем в сфере здравоохранения в нашей области – отказ от прививок. В Ак-Тубе по-прежнему немало семей, где родители отказываются от плановой вакцинации малышей. В связи с этим в медучреждениях отдаленных районов области, где ситуация выглядит особенно остро, необходимо создать штат специалистов по работе с такими людьми, отмечает глава Ак-Тубинского облздрава. Отказ от прививок – это проблема, требующая решения. В прошлом году в нашей области от вакцинации отказались 2480 родителей. Показатель такой же, как и в прошлом году. Конечно, радует, что динамики нет, но необходимо направить все силы на то, чтобы цифра стала меньше. В связи с этим планируется создание штатов по работе с такими родителями. В первую очередь, такой специалист появится в Тимирском районе. По словам Осета Калиева, в этом году будут приняты все меры для улучшения показателей. К тому же в области появится 50 новых медицинских объектов.